Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня у нас партия рижского волшебника Михаила Таля. Таля играет белыми, черными играет Лайла Шпортиш. Мерзиональный турнир по шахматам 1976 года. Достаточно серьезный состав. И соперник у Михаила Таля тоже серьезный. Е4, Е5. Таля отвечает КНФ3. Перед нами после ходов КНС6 и СНБ5. Испанская партия. Все пока стандартно и типично. Соперники, да и не только соперники, многие шахматисты и современники. И знают тут очень много стандартных ходов, в принципе, которые шахматисты в данной партии и выполняют. Вот здесь стоит отметить, что обычно все-таки играют H3, не помогая черным развивать слона на поле G4. Тем не менее, Таля играет именно так. Слон Е3 это не зевок пешки. Дело в том, что конь Е4 брать нельзя. Все, кто играет испанку и белыми, и черными, конечно, знакомы с этим тактическим ударом. И у черных два коня под боем. Один из коней явно теряется. Поэтому пешка на Е4 косвенно защищена. Брать ее явно нельзя. Следует взятие на Д4, взятие пешкой. У белых теперь подвижный центр, который готов идти вперед. Черные же хотят перевести коня на С4. Слон С2 уклонились от размена. И после хода конь С4. Михаил Таль прячет и второго слона от размена. Готов ходом в Б3 отбросить коня черных назад. Следует ход С5, удар по центру. Как раз черные хотят развалить этот центр. Заставить белых определиться. Конь отступает. Следует ход конь Д2. Конь Д7. Х3. Напален на слона. Проверяем, куда отойдет. После хода слон Х5. Черные сохраняют связку. Ж4. Ход, конечно, нельзя его похвалить. Но, с другой стороны, чемпионский ход. Белые расширяются от короля. Готовы атаковать. Готовы рисковать. Как раз в духе Михаила Таля. Слон G6. Других ходов явно не видно. Конь идет по маршруту. На поле Ф5 при случае через Ж3. Д5. Удар по центру. Все-таки черные пытаются разрушить. Михаил Таль ходом Е5. Забивает пешечный Клин. Берет часть полей в лагере черных под контроль. Владец И8. Слон Ф5. Конечно, белые не против размена. Еще одна пешка подтянется к центру. И пешки могут пойти дальше. Опять же, можно будет разрушить пешечное прикрытие черного короля. С4. Черные создают себе защищенную проходную. Но, может быть, все-таки стоило поддержать напряжение в центре. После хода С4. Можно сыграть как конь Е3, так и конь Ж3. Владец И6. Видимо, в оборону по шестому ряду. Король Ж2. Михаил Таль тоже не торопится. Владей И8. Черные расставляют фигуры лучшим способом. Следует ход Владья А1. При случае пешка готова отправиться вперед. И Михаил Таль еще раз берет поле А4 под контроль. Ф6. Черные не выдерживают. Начинает взрывать центр. Следует ход А4. Возможно, сильнее было просто вывести слонай. И лишний раз укрепить пункт Е5. В случае размена, конечно, бьем пешкой. И поле Д4 все-таки образуется. Очень интересное поле Д4 для белых фигур. Можно перебросить коня. Будет вперед в бой. Тем не менее, А4. Размен взятие пешкой. Поле Д4 тоже теперь в распоряжении у белых. Слон С5. Черные сразу же занимают это поле. Владья Е1. Прикрывая пункт Е5. Следует ход слон. Б4. Также вместо ладья Е1. Слон Ф4. Красиво смотрелось. Оставить ладью пока на месте. Ну, здесь после хода ладья Е3. Д4. Черные пытаются наладить взаимодействие своих фигур. Предлагают забрать на Д4. Но играет слон С5. Попытка выиграть качество. Ферзь Е4. Взятие на поле Е5. И тут опять же у Михаила Таля выбор. Забрать пешкой. Либо забрать конем. Пешкой тоже достаточно интересно смотрится. Тогда пешка на поле Е6 все-таки проходная. Причем защищенная. Михаил Таль бьет конем. Как говорится, вперед в атаку. Конь переходит поближе к черному королю. И при случае, возможно, неприятные шаки. Взятие на Е3. И Михаил Таль забирает на С6. И здесь уже у белых перевес. То есть партия до этого шла примерно вровень. Позиция была примерно равная. Теперь же перевес. Слон С1. И вот здесь Михаил Таль путает своего соперника ходом Е6. Наверное, все-таки более логично было забрать этого слона. А ход Е6 как раз рассчитан был на ход конь Б8. Правильно было сыграть ферзь Ф6. Ну и после ладья С1. Пешка Е6 падала. У белых уже явно нет перевеса. Позиция носит примерно равный характер. Возможно, сейкнотная горячка. Все-таки уже более 30 ходов сделано. Последовал ход конь Б8. Это серьезная ошибка. Ферзь идет на поле Б7. При случае готового ворваться. Также хотим поставить мат в один ход на поле с Дж7. Поэтому слон Б2. Черные убирают слона. И при этом прикрывают слабый пункт. Последовал ход ферзь Ф7. Король Х8. Ладья идет на поле Д1. Пытаемся отвлечь вражеского ферзя, чтобы поставить мат, забрав ладью. Конечно, портично такое не ведется. Но здесь Михаил Таль начинает скакать конями. Конь Ж5. Конь бросается вперед. Конь Звери. При поддержке ферзя ладья контролирует. Тоже единственную открытую линию в данный момент. Следует ход слоны Ф6. И здесь Михаил Таль наносит заключительный укол. Конь А6. Соперник. Вот компьютер предлагает ход конь Д6. И говорит намного сильнее. Но конь А6 очень красивый. И соперник немедленно сдался. Дело в том, что нет здесь защиты. Главная угроза белых это ход ферзь Ж8. И поставить просто спертый мат. На ход ладья Ж8. Дали мат. Если же сыграть в этой ситуации, допустим, ладья Е7. Открывается у нас второй вариант. Просто забираем. И после взятия все так же конь Ф7. Мат. Так как конь с поля А6 контролирует поле Ж8. Вот такие вот красоты остались за кадром. Ну и черным здесь в принципе дорог. Хороший совет. На ход ладья Е6. Можно дать шаг. Вот так вот красиво ладья Д8 ворваться. Главная идея, что брать слоном нельзя мат последует сразу на поле Ф8. Либо поле Ж8. Ну а в случае ферзь Д8 забрали. Ферзь атакован. В случае ферзь С8 можно перекрыться вот так вот конем. Угрожаем поставить мат. Брать коня нельзя мат на Х7. То есть тут все срастается просто у белых. Ну а в случае, допустим, шага сыграли Ф3. Ферзь Д5 на размен и контроль поля Ж8. Тогда конь Е6 заканчивает партию. Потому что у черных буквально один шаг. Король Аш3. Шаги кончились. Остается только отдать ферзя. Ну и мат в принципе неизбежен. Вот такая вот партия от Михаила Таля. Замучил двумя конями. И ферзем по седьмому ряду заатаковал портиша. И партия закончилась с победой. Всем, друзья, спасибо. Если нравится творчество Михаила Таля, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Всем добра и хорошего настроения.